Говорят, у этого института есть свой слоган. Порхай как бабочка, жаль как Иса. Давайте узнаем подробнее, что это значит. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Анастасия. Я Никитина Наталья Павловна, заведующая кафедрой архитектуры. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, почему здесь окружены мы макетами различными и особой красотой? Анастасия, мы находимся в аудитории специализированной. Это аудитория рисунка и колористики. А эти макеты создавались студентами? Да, эти макеты на протяжении всех лет обучения делаются студентами, обучающимися по направлению архитектуры. Можно эскизировать графический карандашом, можно эскизировать помощью макетирования. Несмотря на все те компьютерные программы, которые существуют, все профессионалы сейчас работают в этих программах, макетирование было и остается поисковым методом работы архитектора. Воздух здесь просто пропитан бурлящей работой, об этом даже говорят вот эти вот мольберты. Они все еще служат верой и правдой и мольбертами. Касательно дисциплины, ты изучает физику и нужна ли она вообще? Физика будет обязательно, она будет и базовая, и она и будет определенная строительная физика так называемая, потому что такие понятия как акустика, светотехника, теплотехника – это все то, что входит в процесс проектирования. То есть архитектор должен уметь и понимать, как делается теплотехнический расчет, расчет звукоизоляции, что такое коэффициент естественной освещенности. То есть это уже то направление физики, которое и называется строительная физика. Прозрачный потолок – это тренд этого сезона. Прозрачные потолки. К сожалению, не везде пока это придумали, не на всех макетах, но я уверена, я слышала и я буду за это стоять с горой. А вот насчет макетов. Насколько сложно это? Насколько нужно быть аккуратным? Насколько нужно быть трепетным, чтобы сделать такое шедевое? Вот вы и перечислили все качества, которые тут должны присутствовать. Это и сложно, и трепетно, и качественно, и большое терпение нужно. Учиться это очень трудно, я это сразу говорю, но очень интересно. Сейчас я содержу в руках Святую Святых всех Святых. Тут есть четыре тройки. Видно? Четыре тройки, или это Я чувствую, прям чувствую, сколько здесь сил, слез, страданий. Но тем не менее удовольствие от результата, потому, что.... Ну, очень красиво, просто очень красиво. Мы уже познакомились с архитектурой, теперь нам предстоит познакомиться со строительством. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Анастасия, меня зовут Фомин Никита Игоревич. Я являюсь заведующим кафедром промышленного гражданского строительства, экспертиза недвижимости. Чем занимаются студенты на данном направлении? Строительство – это обобщающее название, и у нас в бакалавриате, которые готовят выпускников-строителей, по крайней мере, в образовательной программе содержится 5 траекторий. Базовая траектория – это промышленное гражданское строительство. ПГСник, он занимается тем, что проектирует и возводит коробку здания. У нас также готовятся инженеры, которые занимаются проектированием и монтажом сетей инженерных. Водопровод, канализация, отопление, вентиляция и так далее. Также готовятся у нас выпускники, назовем условно городское строительство, которые проектируют городскую инфраструктуру. Это дороги, кварталы. Кроме этого, у нас готовятся специалисты, которые ориентированы на расчет смет, необходимых для строительства зданий и сооружений. Строили ли выпускники здания в Екатеринбурге? С вероятностью 99% в каждом строительном объекте города Екатеринбурга есть обязательно вклад выпускника нашего института. Я слышала, что у вас есть какие-то патенты. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. За последние несколько лет нами получено 28 патентов. Преподаватели активно привлекают студентов к изобретательской деятельности. Наверное, вы все, кто живет в городе Екатеринбурге, были в Гринвиче. И вот там в свое время строилась парковка со стороны Вайнера, которая имела такое хитрое сборно-монолитное перекрытие. Там весьма стесненные условия были. Производство работы кран поставили таким образом, что, ну, есть такое понятие, как грузовой момент крана, ну, грубо говоря, мощности крана не хватало для того, чтобы он смонтировал вот в пятне здания несколько плит. Тогда представители монтажной организации вышли на кафедру нашу с предложением продумать технологию, которая бы позволила без использования крана смонтировать эти довольно тяжелые плиты. И мы разработали приспособление и технологию, благодаря которым можно было вот смонтировать эти плиты без использования крана. И получили впоследствии на это устройство патентное изобретение. У нас есть такое направление, как практикоориентированный проект, где студенты решают не только учебные задачи, но и практические задачи. И мы их привлекаем к так называемой хоздоговорной, или модным сейчас можно сказать термином, консалтинговой деятельности в области строительства. Например, они участвуют в обследовании зданий и сооружений, выполняют чертежи, могут выполнять какие-то расчеты, и в результате получают вот такой довольно ценный неучебный опыт. Ну и впоследствии даже небольшие там денежные премии. В чем же отличие между архитектурой и строительством? Ну вот отличие между архитектурой и строительством как раз в том, что в архитектуре огромная художественная творческая составляющая – это рисунок, колористика, это макет. Вот в этом разница. А то, что архитектура существует в контексте института строительства и архитектуры, инженерная составляющая не отодвинута на второй план. Она существует здесь, рядом, и она практически работает вместе вот с этой художественной. Архитекторы, они, вот если коротко, разрабатывают образ здания, а инженеры, то бишь строители, воплощают его в жизнь. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, в чем сила института? Сила института, я считаю, в сотрудниках института, поскольку мы учреждения, где работают прежде всего люди, то сила в сотрудниках института, а слава в выпускниках института. Сила института, в первую очередь, наверное, в хороших студентах, плюс хорошие преподаватели. И вот в хорошем, мне кажется, тут очень хороший студенческий союз, профсоюзная организация студентов. И финальный вопрос. ИСА – это круто? Говоря вашим языком, это круто. Институт строительства и архитектуры – это круто и замечательно. Это был тест-драйв Института строительства и архитектуры. А теперь не мешай, я творю.